Занятие по развитию речи. Рассказываем сказки. Учим ребёнка не только слушать, но и рассказывать знакомые ему сказки. Читая сказку, выделяйте голосом отдельные слова или фразы. Побуждайте ребёнка повторять эти слова и фразы за вами. Рассказываем сказки. Сказка, курочка, ряба. Хорошо. Машенька, сейчас мы с тобой расскажем сказку. Я рассказываю, а ты мне помогаешь. Хорошо? Давай посмотрим. Вот у нас домик, да, красивый, деревянный. А в домике жили-были дед и баба. И была у них курочка ряба. Снесла курочка ряба, что у Машенька? Яичко. Яичко. Яичко непростое. И золотое. А, золотое. Золотое. Дед бил-бил. Что Машенька сделал? Я разбил. Баба била-била. Я разбила. А мышка бежала. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Хвостиком вильнула яичко. Что сделала Машенька? Упала. Упала. И разбилась. Да. И разбилась. Разбилась яичко. Дедка плачет. А-а-а-а. А-а-а. Бабка плачет. А-а-а-а. Ну-ка скажи, как бабка плачет. А-а-а-а. Плачет бабка? Ну скажи как. Покажи. А-а-а-а. А курочка кут-кудахчет. Что значит она говорит? Не плачь, детка. Не плачь. Кто? Бабка. Я снесу вам яичко. Другое. Другое. Не золотое. А какое, Машенька? Простое. 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 Ну, Машенька, умница. Молодец. А теперь мы с тобой расскажем другую сказку. Ну-ка давай поставим, кто у нас здесь есть. Посмотрим. Зайчик, лисичка, медведь, волк и колобок. Посмотри, Машенька, за этим деревом у нас будет сидеть кто, Маш? Лисичка. Лисичка. Так. За этим деревом у нас будет жить кто, Маш? Медведь. 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 За ёлкой у нас будет волк. Сидеть. Да, сидеть. За кустиком маленький зайчик, да? Да. Маленький зайчик. А в домике так и живут у нас бабушка и дедушка. Сказка «Колобок». Жили-были дед и баба. Просит старик, испеки мне старое колобок. Баба говорит, да из чего испечь, муки-то нет. А дед что говорит? По амбару помети, по сусекам поскреби, наберёшь горсти две муки, испечёшь колобок. Бабка так и сделала. По сусекам поскребла, по амбару помела, намела горсти две муки и испекла, Машенька, смотри, колобок. Смотри, как бабушка вот так пекла, да? Сделай, Маш, вот так ручками. Вот как колобок пекла. А потом вот так его покатала, 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 покатала. Вот какой получился колобок. Положила она колобок остынуть. А колобок лежал, лежал, надоело ему лежать. Он что, Машенька, взял, да и укатился. Скажи, укатился колобок? Не катился. Укатился. Катится колобок по лесу, а навстречу кто ему, Машенька? Зайка. Зайчик говорит, колобок, колобок, я тебя съем. А колобок говорит, не ешь меня. Не ешь меня. Я тебе песенку спою. И стал песенку петь. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен. Я от бабушки ушел, я от дедушки. От тебя, зайка, и подавно уйду. Сказал так колобок и укатился. Катится колобок по лесу дальше, а навстречу ему, кто, Машенька? Волк. Волк что говорит? Я тебя съем. Я тебя съем, колобок. А колобок говорит? Не надо. Не ешь меня, волк, я тебе спою. И стал петь. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, на окошке стужен. Я от бабушки ушел, я от дедушки. Ушел. Я от зайца. Ушел. И от тебя, волк, тоже. От тебя. Уйду. И покатился дальше. Катится по лесу, а навстречу ему... Волк. Нет, волк уже был. Кто это такой? Медведь. Медведь. Медведь что говорит? Он говорит, колобок, колобок, я тебя... Съел. А колобок говорит, не ешь меня. Не ешь меня. Я тебе песенку... Спою. Спою. И стал петь я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, на окошке стужен. Я от бабушки, я от дедушки, я от зайки, и от волка ушел. От тебя, медведь, и подавно уйду, сказал так колобок и покатился дальше. Катится колобок по лесу, а навстречу ему, Машенька, кто? Лиса. Лиса была хитрая плутовка. Лиса говорит, колобок, колобок, я тебя... Съем. А колобок говорит, не ешь меня, я тебе песенку... Спою. Да, и стал петь песенку я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на окошке стужен. А лиса говорит, что-то я стала старая, плохо слышу. Да. Сядь ко мне на носок. На носок. Да пропой еще разок. Колобок обрадовался, что его похвалили. И сел висе прямо на носик. Стал петь песенку я колобок, колобок, а лиса его амбару метен, и съела. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Рассказывайте почаще сказки вашим ребятам, играйте в сюжетные игры.